развитие технологий продлен жизни вообще проблема геронтологии это наиболее интересная и прогрессирующая отрасль сейчас мировой науки говорю о науке всей сразу потому что этим занимаются не только генетики и не только люди которые казалось бы медики там или вот что-то близко к человеческому телу но даже радиотехники физики химики которые казалось бы далеки от этого но тем не менее находят и там свои какие-то технологии которые влияют на продление жизни безусловно не говорится о том что человек должен жить 70 лет или 100 лет кто намерил этот век то есть мы вполне может жить и 150 и 200 лет и это наверное было бы интересно это очень серьезно повлияет и на этику и на политику и на экономику мировую в ближайшее время геронтологи говорят о том что где-то ближайшие 50 лет возможны такие прорывы которые позволят людям жить по 120 и по 150 лет я считаю что это очень интересная перспективный отрасль который россии обязательно нужно вкладываться многократно уже я писал об этом много лет назад что если бы россия подарила миру что называется таблетку бессмертия это был бы лучший ее подарок для всех то есть не атомными бомбами угрожать другим людям не там танками не чем-то а гораздо такими более гуманитарными и более приятными вещами вот поэтому не стоит размазывать масло по всему хлебу да и по всей тарелке мы можем сконцентрировать какие-то финансовые ресурсы в том чтобы именно те отрасли науки которые этим занимаются подкормить и обеспечить им наиболее льготное финансирование